Ивановские старшеклассники получили уникальную возможность не только говорить о добрых делах, во благо людей, города, школы, но и собственноручно воплотить их. В понедельник стартовал конкурс на лучшие проекты добрых дел. Фонд «Доброе дело» на реальном примере мы проводим конкурс, в котором дети самостоятельно разрабатывают это доброе дело, фонд его финансирует и дети его делают сами. То есть они сами сейчас представят свои проекты, эти проекты мы рассмотрим и те проекты, которые победят, будут финансироваться фондом «Доброе дело» и здесь мы реально увидим, как социально воспитывается наша молодежь. Конкурс на территории Иванова проводится впервые. Это, можно сказать, пробный шар. Пока участвуют только четыре школы, но планируется в будущем сделать его общегородским. Проекты ребята уже составили вплоть до сметы и дорожной карты реализации. Все по-взрослому. Бюджет «Доброго дела» 25 тысяч рублей. Гранты получат четыре самых нужных и продуманных проекта. Ученицы 41-й школы, например, предложили создать на базе школы комнату психологической разгрузки для малышей из группы продленного дня. Свой проект они назвали «Уголок мечтателя». Наша команда планирует уже к 1 сентября следующего учебного года полностью реализовать и открыть уголок. На следующем слайде будет представлен план будущего детского уголка. Там будут различные настольные игры, такие как базы, домино, шахматы, шашки. К тому же мы решили расследить игры отдельно для девочек и отдельно для мальчиков. Например, для девочек мы решили купить такую игру, как игрушечная кухня. Для мальчиков тоже будут игры, такие, например, как поезды, паровозы, машинки. Кроме того, есть много экологических проектов по благоустройству парков и аллей города. Победитель этого года определится совсем скоро. Правда, узнают о своей победе участники только на праздниках последнего звонка. На реализацию добрых дел у школьников будет все лето. Итоги планируется подвести в конце октября. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванов.